В эфире новости Юргу. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас в студии Светланы Роткина. Здравствуйте! Сегодня в выпуске Час с ректором. Юргу в Москве. В Юргу прошла встреча с абитуриентами. Ректор Александр Шестаков ответил на вопросы студентов. На встрече с абитуриентами и их родителями ректор Юргу Александр Шестаков рассказал об университете и о том, что ждет будущих студентов в учебном году. Творчество, спорт, наука. Юргу активно развивает все сферы деятельности и дает студентам площадку для реализации своего потенциала. Я выбрала специальность прикладная математика и физика, потому что мне очень нравится наука. И Юргу, потому что это один из лучших университетов в стране. Мне Юргу показался институтом возможностей, что есть возможность побывать в других странах, получить большой опыт. Также университет активно развивает актуальные направления. Искусственный интеллект, материаловидение, экология, здравоохранение. Несмотря на то, что в Юргу ежегодно поступает больше 6 тысяч первокурсников, каждому уделяют внимание и помогают в адаптации. К каждому студенту заводится личный кабинет. У него, значит, вот на электронной системе есть личный кабинет, в котором и списание, и всю информацию заводится, как бы для него, в ежесуточном режиме. И у нас в среднем рынке покупается кураторство старших студентов над молодыми ребятами, которые поступили в университет. С прошлой встречи, которая прошла в июле, в университете появилась еще одна традиция. Ректор наградил на сцене абитуриентов высокобальников. Александр Шездаков вручил сувениры с символикой вуза и пожелал успехов при поступлении. Среди награжденных – Валерия Серик. Девушка уже несколько лет хочет стать журналистом. Во время выбора учебного заведения по рейтингам в интернете журфак Юргу оказался номер один. Валерия, не раздумывая, подала документы. Я надеюсь, что меня здесь программа научат. Научат не бояться камеры. У меня есть такое немножко еще. Научат правильно и очень быстро генерируют свои мысли и вопросы. То есть буквально за несколько секунд. От учебного процесса я, наверное, ожидаю получения знаний и какого-то опыта в работе. В течение месяца все желающие могли задать вопрос ректору в онлайн-формате через специальную гугл-форму. И на встречу Александр Шестаков на них ответил. Абитуриентов интересовало, нужно ли проходить медицинское обследование первокурсникам. Как получать повышенную стипендию. Предоставляет ли вуз место для учебной практики. Как университет помогает с трудоустройством и многое другое. Отметим, что традиция дважды проводить встречи с абитуриентами во время приемной кампании зародилась больше 8 лет назад. Они всегда у нас разные. С разными акцентами, с разными действующими лицами, кроме одного главного действующего лица Александра Шестакова. И в этот раз мы решили заранее собрать вопросы для того, чтобы дать возможность их уже достаточно хорошо проанализировать. Еще раз в них заложить ответы, которые высвечивают все прелести и возможности нашего университета. И я думаю, что сегодня получилось достаточно хорошо, по-доброму, по-домашнему. Уже полтора года весь мир и Юргу в том числе активно осваивает онлайн-формат. Именно поэтому встреча с абитуриентами транслировалась во всех социальных сетях. Вконтакте, Телеграм, Ютуб, телеканал Юргу ТВ и другие. Как отмечают в университете, только за прошлый год во время приемной кампании было подготовлено 12 дней открытых дверей, также в онлайн-формате. На базе кафедры философии Юргу прошла международная конференция. 17-я международная конференция по философской практике собрала 275 человек из 45 стран. В онлайн-режиме философы со всего мира обсудили самопознание посредством интеллектуального творчества. Помимо мастер-классов, лекций и всевозможных круглых столов, в этой конференции были представлены еще курсы мэтров, которые тоже вызвали очень хороший резонанс. То есть мэтры философской практики, которые прямо у самих истоков стояли, они были представлены воочию, вживую, в онлайн-формате, конечно. И они провели курсы по своим основным методикам, которые были. Конференция проходила на двух языках – русском и английском. Именно поэтому Кирилл Резвушкин, доцент кафедры философии Юргу, выступил в качестве модератора конференции и отвечал за перевод. Молодой человек практикует английский уже больше 20 лет, а философское образование помогло ему максимально точно формулировать. С одной стороны, это сделать нашим зарубежным гостям все максимально для них комфортно, чтобы у них осталось самое позитивное впечатление о нашей стране, о России, о российских философах и, конечно же, об университете. Второй аспект – это аспект, связанный, конечно же, со слушателями, с участниками. Для них необходимо подготовить перевод в реальном времени, последовательный перевод, который будет отражать, с одной стороны, насколько это возможно близко к тексту, Но известно, что полный перевод невозможен, и в философии это проявляется особенно ярко. Поэтому задача моя как переводчика была скорректировать какие-то реалии, чтобы продемонстрировать их смысл как можно более точно русскоязычным слушателям. Софья Сулейманова, преподаватель кафедры философии Юргу, также выступила в качестве модератора конференции. В составе команды девушка занималась технической поддержкой, организация онлайн-комнат, демонстрация презентации, рассылка материалов и многое другое. Софья отмечает, что международные конференции помогают с разных необычных сторон посмотреть на философскую практику. Так ученый из Испании на мастер-классе рассказывал о своей работе философа в местной тюрьме. Все нестандартные подходы к работе Софья планирует применять на практике. В полконференции сидела как муха, потирая ручки, думаю, так, вот это я обязательно запузырю на какой-нибудь семинар, потому что действительно дают еще очень интересные методики. Это не только интеллектуальное сообщество, но это получается еще на таком более примитивном уровне. Помимо самой мысли есть еще и как эту мысль организовать, чтобы она заработала, как помочь человеку родить вот эту вот свою философскую личную идею. И в этой связи эти конференции очень сильно обогащают еще и наш педагогический арсенал. И это очень важно для университета, что молодые преподаватели участвуют в этом во всем, берут методики у ведущих специалистов со всего мира и применяют их к студентам, которых выпускают в Юргу. Это делает наш учебный контингент гораздо более широко образованным, более открытым, более эрудированным и, соответственно, более удачным. Конференция проходит каждые два года. В следующий раз философы встретятся в Румынии. В Юргу уже полным ходом идет подготовка к этой встрече. Система студенческого кураторства Юргу набирает команду. Подробности далее. Система студенческого кураторства открывает до набор. Записаться можно в официальной группе в социальной сети ВКонтакте. Студенческий куратор – помощник первокурсников. Он знакомит с жизнью университета, помогает в адаптации и становится проводником в яркое студенчество. Обучение кураторов начнется в конце августа. С 1 сентября в России для студентов стартует проект «Пушкинская карта». Международный авиационно-космический салон – площадка, на которой проводятся мировые премьеры лучшей российской гражданской и военной авиатехники, а также первые показы новейших зарубежных летательных аппаратов. Юргу представил на МАКС-2021 разработку двигательной установки, которая позволит создать уникальный и превосходящий конкурентов ракетно-космический комплекс. Это, по сути дела, самолет, который позволяет летать, совершать эти рейсы много раз и, так сказать, с небольшими перерывами между каждым запуском, то есть буквально несколько суток. Сейчас «Роскосмос» запускает, скажем, раз в полгода, ну, условно, на МКС, хотя, конечно, можно и чаще это делать, ну, раз в месяц. Здесь мы говорим о том, что запуски, возможно, в течение, там, нескольких дней, повторные запуски. Отсюда, значит, несомненное преимущество. Еще раз вернусь, ключевая технология, которая может обеспечить такую возможность, это всережимный двигатель с соплом внешнего расширения, который, это сопло автоматически настраивается под давление внешней среды и на каждой высоте полета, да, на текущий момент, ракеты, значит, обеспечивает максимально возможные характеристики по тяге и по удельному импульсу. Вот отсюда повышенная эффективность двигательной установки, отсюда, значит, вот такие уникальные возможности. Отметим, что на сегодняшний день уже выполнена техника экономическое обоснование перспективных технологий, а также произведены расчетно-теоретические исследования. С 1 сентября в России для студентов стартует проект «Пушкинская карта». Обладателями «Пушкинской карты» смогут стать молодые люди от 14 до 22 лет включительно. С ее помощью молодые люди смогут оплачивать билеты на различные культурные мероприятия. Финансовые средства будет предоставлять государство. По словам президента, в 2021 году сумма составит 3000 рублей. Перечень спектаклей, концертов и других мероприятий, на которые можно будет попасть с помощью карты, появится на портале культура.рф. Там же можно будет купить билеты. ЮРГУ принимает участие в самом масштабном российском проекте по господдержке университетов «Приоритет-2030». В Год науки и технологий запущена крупнейшая в истории России программа государственной поддержки российских вузов «Приоритет-2030». Ежегодно вузы-участники программы будут получать базовый грант размером в 100 миллионов рублей. Более 190 университетов России подали заявки на участие в программе. Среди них и ЮРГУ. Система двухступенчатая. Первая будет отобрана в 100 вузов на базовый грант. Это будет собеседование и представление программы в сентябре месяце. Скорее всего, после выбора в Государственную Думу. И те вузы, которые претендуют на специальный грант, это два типа специальных грантов. Это национальный свойственский университет и опорный университет либо региона, либо отрасли. Это будет представление программы в октябре месяце. Самое главное, значит, то, что мы наметили развитие университета в таком направлении, мы должны это реализовать. Это достаточно серьёзные обязательства. Южноуральский государственный университет – участник федеральной программы 5.100 и удовлетворяет первой группе критериев допуска к отбору. ЮРГУ претендует на специальную часть гранта на развитие университетов, которые обеспечивают проведение прорывных научных исследований и создание наукоёмкой продукции и технологий, а также наращивание кадрового потенциала сектора исследований и разработок. Напомним, что предполагаемый срок реализации программы – 10 лет. Она будет проходить в два этапа – с 2021 по 2025 и с 2025 по 2030 год. Студенты ЮРГУ провели 10 дней на творческой смене в лагере «Олимп». В студенческом лагере «Олимп» завершилась третья творческая смена под названием «Третьяковка». На протяжении 10 дней участники занимались по семи образовательным направлениям – музыкальное, художественное, танцевальное, театральное, видеорежиссура и кино, графический дизайн и битмейкинг. Я была участницей танцевального направления. Это достаточно яркое, необычное направление, на котором мы пахали, не жалея себя, не жалея своих сил, ради того, чтобы получился очень хороший, интересный результат. Наше направление курировала Кристина. Это замечательный хореограф, который имеет достаточно обширную фантазию и тоже очень старалась, чтобы помочь нам развиться в новых направлениях. Было очень интересно, познавательно. Помимо образовательных программ, участники готовили творческие номера для культурно-массовых мероприятий. Среди них показ мод, кинофестиваль, различные квесты и интеллектуальные конкурсы. Их организацией занимались спикеры направлений и кураторы команд. На самом деле очень сложно сравнивать, что круче, потому что во всем есть свои плюсы и минусы. Со стороны организатора это, конечно, сложнее, потому что очень много ответственности. Когда ты участник, ты просто приезжаешь, кайфуешь, за пять минут до начала выступления делаешь номер. И, собственно, в этом весь какой-то балдеж. А когда ты организатор, то ты готовишься уже за несколько месяцев, начинаешь готовить мероприятия и все. Поэтому разница есть, но вот эти эмоции, когда ты получаешь в конце дня, когда участники смотрят на тебя с горящими глазами, полным восхищением, это стоит того. Творческий проект «Третьяковка» существует уже на протяжении трех лет. За это время он собрал на своей площадке творческих людей с разных уголков не только нашей страны, но и всего мира. Стать участником этого проекта могут люди разных возрастов, национальностей и взглядов. Слоган «Третьяковки» – творчество без границ. Ну, мне кажется, в первую очередь, чтобы люди получали удовольствие, потому что некоторые люди уже в таком возрасте находятся, в котором они не могут пойти в какие-нибудь образовательные кружки и так далее, чтобы их там научили петь, танцевать, потому что, ну, как 25-летний дядька пришел танцевать, что это такое. А на Третьяковке люди как бы свободно могут делать это, тем более бесплатно. В завершении смены каждое направление представило свой перформанс, а участники получили раздаточный материал в виде футболок, шопперов и поп-сокетов. На портале «Рамблер» прошел опрос на тему того, насколько нужно высшее образование современной молодежи. Охват опроса составил почти 350 тысяч пользователей. Из них 43% уверены, что карьеру не построят без высшего образования. 26% считают, что диплом важен, но практические навыки гораздо полезнее. 17% получали образование не для работы, а для эрудиции. Для 14% учеба в УЗИ оказалась не важна. Из них 12% ответили, что можно вообще не учиться. А 2% предпочитают быстрые и узкоспециализированные курсы. Также 45% опрошенных россиян работают по той специальности, которую приобрели в университете. Каждый пятый выбрал смежную сферу деятельности. Эксперты отмечают важность высшего образования. Так, по оценкам Всемирного банка, каждый дополнительный год высшего образования в России увеличивает зарплату на 8%. При этом специалисты, получившие диплом в УЗА, зарабатывают в среднем на 40% больше тех, кто окончил только школу. Эксперты рассказали, как в Челябинской области готовиться к выборам. В редакции «Аргументы и факты Челябинск» прошла пресс-конференция. Выборы депутатов Государственной Думы пройдут в три дня – 17, 18 и 19 сентября с 8 утра до 8 вечера. Избирательные участки традиционно откроются и на территории студенческого городка Юргу. Оставить свой голос можно будет как на участке, так и на дому, предварительно уведомив об этом комиссию. Отмечу, что действительно у нас в Челябинской области в сравнении с соседними регионами политическая жизнь у нее достаточно активна. Но если мы говорим о политических партиях, то их представители могут составить конкуренцию нашей партии. И при голосовании по единому избирательному округу и при голосовании по одномандатным округам. Подготовительная стадия к выборам уже в разгаре. Уже известно, что на выборы депутатов в Госдуму федерального собрания 8-го созыва в пяти округах Челябинской области выдвинут 31 кандидат. И самое интересное, почему мы пошли в принципе на выборы так активно. Потому что это очень важные выборы Государственной Думы. На наш взгляд, именно Государственная Дума и Совет Федерации решают основные вопросы в стране. От них зависит, как будет жить страна, какие законы принимаются. Сергей Абертас, представитель избирательной комиссии Челябинской области, заверил, что все участники избирательного процесса будут обеспечены одноразовыми масками и перчатками, ручками в пакетах. Помещения будут обрабатывать и проветривать. Иностранные студенты ЮРГУ приняли участие в форуме «Нас подружила Россия». С 26 по 28 июля в парк-музее «Намир Калужской области» прошел форум «Нас подружила Россия». В нем принимали участие лидеры из 29 регионов России, 15 вузов и 30 стран. В числе участников были студенты ЮРГУ. Они провели там три насыщенных дня. Там был первый день программы, как открытая церемония и мастер-класс, и еще информационный час. И второй день была деловая программа, практика, и еще дали наши иностранные студенты, как делать сильную команду социальной иностранностью в каждый вуз, каждый город, и как мы можем объединить все это, и как мы можем двигаться вперед. И третий день еще была маленькая экскурсия, и еще больше всего начинали как дружить, была игра, и делали команда, работа, веселый такой день. У лидеров ЮРГУ была возможность увидеть иностранные центры других стран. Также студентов обучали работе в информационном поле, организации масштабных мероприятий на большое количество людей и многое другое. У меня запомнились мастер-классы, тимбилдинги и все вот эти программы, деловые программы. Самое вспоминающееся это был семинар, в котором рассказывали, как руководить студенческими организациями, как работать, как решать проблемы иностранных студентов России. Как отмечают участники, форум «Нас подружила Россия» оказался очень полезным и интересным. Также они получили много опыта и знаний. На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова